Хорошо. Ребят, сегодня поговорим про перформанс-тестирование. И прежде чем мы начнем разговаривать про перформанс-тестирование, пару слов обо мне. Меня зовут Клюева Анна, и я Senior Automation Quality Assurance Engineer в компании Grid Dynamics. У меня достаточно большой опыт в тестировании UI, бэкэнда и мобильных приложений. Но пару лет назад ко мне пришел Team Lead и сказал, что было бы неплохо провести перформанс-тестирование для микросервисов, которые мы в тот момент разрабатывали. И, честно говоря, пару месяцев, когда я внедрялась в эту тему, это были самые ужасные месяцы в моей карьере, потому что было ничего непонятно, непонятно было даже с чего начинать. Вот. И в тот момент мне в голову пришла идея, почему бы не поделиться своими знаниями с другими людьми, чтобы они, как я, в свое время не страдали с перформанс-тестированием. Вот. Поэтому я надеюсь, мой доклад будет вам немножко полезным, немножко интересным. Хорошо. Давайте начинать. Что же такое перформанс-тестирование? Перформанс-тестирование показывает нам, как наше приложение ведет себя под нагрузкой. Но действительно ли нужно его проводить? Может быть, можно обойтись обычным функциональным тестированием? Ну, смотрите, давайте разбирать на примерах. Самый яркий из них – это пример про Черную Пятницу. Каждый из вас пытался что-то купить на Черную Пятницу в интернет-магазинах, и, скорее всего, это тоже были не лучшие минуты вашей жизни. Потому что либо сайт лежит, либо грузится все долго, либо платежка не проходит, ну, и так далее, и тому подобное. Так вот, таких проблем можно избежать, если заранее провести перформанс-тестирование. Следующий пример будет касаться времени загрузки. То есть вы, как мануальный тестировщик, тестируете свой сайт, проходите все руками, и вроде бы как ни с какими проблемами не сталкиваетесь. Ну, или ситуация может быть такова, что какая-то страничка там периодически долго грузится. Но сложно сказать, это потому что у вас плохое интернет-соединение или там действительно есть проблема. Так вот, чтобы понять, действительно ли у вас есть проблема с временем загрузки каких-то страниц, необходимо провести перформанс-тестирование. Нужно подать определенную нагрузку. Следующий пример касается времени ответа. Здесь все тоже достаточно просто. Время ответа — это время, когда мы с вами посылаем запрос на сервер, сервер его как-то обрабатывает и возвращает вам какой-то ответ. И вот это вот все время называется временем ответа. Так вот, бывает так, что когда вы тестируете какой-то API мануально, вы видите, что время ответа имеет там какое-то определенное значение. Так вот, в принципе, вы на эти значения не можете на самом деле полагаться, потому что, как бы опять же, вы можете один запрос запустить, он займет у вас там одну секунду, а другой займет 25, тот же самый. То есть, и опять же, чтобы понять, есть ли проблема, используем перформанс-тестирование. Следующая вещь, которую можно протестировать только лишь с помощью перформанс-тестирования, это скалабилити-скема. И чтобы понять, что такое скалабилити-скема, я приведу простой пример. Допустим, у вас есть какое-то приложение, и вы точно знаете, что за этим приложением стоит один сервер, и он выдерживает тысячу пользователей. Так вот, бывают ситуации, когда на ваше приложение, на ваш сайт приходят две тысячи пользователей, и ситуация, которая возникает, она несколько неприятна. Сайт начинает ложиться, ну, то есть он перестает корректно работать. Так вот, с этой проблемой столкнулась, скажем так, не только я, и я не первая, кто заметил такую проблему. Вот, были и до меня ребята, и они придумали следующую схему, что, а почему бы не увеличить количество серверов, чтобы у нас было два сервера, которые держат, там, две тысячи пользователей. И они, эти ребята, придумали так называемую скалабилити-схему, которая отвечает за то, чтобы увеличивать ваши ресурсы в зависимости от количества нагрузки. И последний пример – это пример с боттлнеком. Что это значит? Тоже простой пример здесь. У вас есть какой-нибудь интернет-магазин, и есть какой-то тестовый сценарий. И, допустим, вы пытаетесь что-то добавить в корзину. И вот этот сценарий состоит, скажем, из трех шагов. Заходим на страничку с продуктом, там, увеличим количество продуктов и добавляем это все в корзину. Вот. И когда вы делаете это все руками, все работает, все прекрасно. Но как только на ваш сайт заходит 100 пользователей, например, добавление в корзину начинает тормозить. И чтобы эту проблему найти и потом как-то пофиксить, мы, опять же, должны подать какую-то нагрузку, должны использовать перформанс-тестирование. Поэтому, как бы, вот эти такие основные кейсы, там, где перформанс-тестирование стоит использовать и, в принципе, почему оно важно. Так, ну, надеюсь, я хотя бы вас немножко заинтересовала. И давайте с вами поговорим о том, как мы с вами будем начинать работать с перформанс-тестированием. Но прежде чем мы с вами поговорим об этом, я расскажу про свой опыт, чтобы потом показывать, как это должно было быть сделано в теории. И покажу какие-то грабли, какие-то свои ошибки, с которыми столкнулась лично я. И, ну, наверное, своим примером, на моем примере вы ошибки повторять не будете. Так вот, мы разрабатывали микросервисы, рестовые, достаточно простые. Они находились в AWS-клаудах. Ну, то есть ничего сложного. Задачей, которая ставилась передо мной, как перед тестировщиком, мне нужно было понять, какую нагрузку, какая максимальная нагрузка для нашего микросервиса, ну, оптимальна, скажем, и поддерживает ли наш микросервис ожидаемую нагрузку, которую мы там указали в требованиях. Что еще из вводных? Еще у нас достаточно большой проект, много команд, и у нас на весь проект, на всем проекте используется перформанс-тестирование, пишем тесты на Gatling, и у каждой команды есть свой репозиторий с этими тестами. И у нас есть один общий шаблон, он на Gatling, поэтому мы тоже используем Gatling. Вот, это вот такие вот вводные. А теперь давайте перейдем к тому, как это все начиналось. Итак, первый пункт, на который стоит обратить внимание, когда вы начинаете работать с перформанс-тестированием, вам нужно понять, готов ли ваш проект к перформанс-тестированию. То есть для этого вам нужно понять следующие вещи. В вашем проекте не должно быть достаточно серьезных дефектов. Очевидно, но тем не менее. Во-вторых, вы должны выделить достаточно большое количество времени для перформанс-тестирования. Это займет у вас ни день, ни два, ну, там, неделю-две, там, если вы опытные. И последний пункт, ваш проект должен находиться на стадии кодфриза. И теперь немножко практики. Первый пункт, там, где у нас нет серьезных дефектов, выполняется достаточно просто. А вот последний с кодфризом, это задачка со звездочкой. И у нас на проекте мы решили ее следующим образом. Мы просто взяли, создали ветку от мастера и тестировали на этой ветке. Ну, чтобы как бы не мешать нашим разработчикам, ну, и провести свое перформанс-тестирование. Следующий пункт. Что мы делаем дальше? Дальше мы должны где-то взять тестовый environment, на котором будем проводить наше перформанс-тестирование. Тут сразу к практике. Существует таких два основных подхода. Подход номер один. Ваше приложение задеплоено на прот, то есть оно уже в продакшене. И тогда как получить тестовый environment? Вы берете, заходите на продакшен, смотрите, какие машины там используются, смотрите все их характеристики и создаете себе точно такие же машины для тестового environment. Ну, и, собственно говоря, все. А вот что делать, если ваш сервис или ваше приложение еще не на проде? Какие машины выбирать тогда? Ну, тоже, как бы я расскажу, как это сделано у нас было. Мы пошли и спросили у наших продукт-оунеров, какие машины будут использоваться на продакшене. Нам, конечно же, никто ничего не ответил, ну, потому что зачем. И поэтому мы сделали себе тестовый environment с такими машинами, которые у нас используются на тесте. И нужно, здесь очень важный момент, нужно все эти характеристики, именно там количество серверов, какой хардвер, какой софтвер установлен. Вот это все нужно по-хорошему изначально где-то записать на конфлюенсе или, ну, не знаю, хоть в блокноте, но где-то эта информация должна храниться. Сейчас расскажу, почему. Потому что, в принципе, вы, как тестировщики, знаете, что, когда проводится тестирование, оно всегда должно проводиться на одних и тех же стартовых значениях, с одним и тем же условием на старте. Вот. И, честно говоря, вот на этом пункте я его, конечно же, не знала. И мы потом в какой-то момент очень долго искали проблему, почему у нас перформанс несказанно улучшился. А оказалось, что как бы на AWS там поменялись сервера. Вот. И как бы это было такой, скажем, это было таким вот провалом с нашей стороны, потому что мы как бы и не записали наши стартовые условия, поэтому мы даже, ну, как бы, ну, как бы машины изначально-то выбрали, а потом, ну, и забыли о них благополучно. Поэтому обязательно записывайте. Так. Следующий пункт. Следующий пункт — это требования. Требования к перформанс-тестированию. В перформанс-тестировании требования называются Service Layer Agreement или SLA. Что туда вносят? Туда вносят Response Time. В Best Practices Response Time должен быть меньше, чем одна секунда. Если он больше, это повод задуматься, повод поговорить с разработчиками. Потом вносят в Scalability схему, какая она вот существует, какая она должна быть. Следующий пункт — это Disaster Recovery Schema. Это та схема, это то поведение, которое у вас появляется, когда Scalability схема, ну, не отработала, и как бы ваше приложение не выдерживает текущую нагрузку, и по кускам где-то отваливается. То сервер, то память, ну, в общем. И вам нужно знать, как с такими ситуациями. Вы будете бороться, ну, не конкретно вы, может, другие люди, но вы хотя бы должны знать эту схему. Следующий пункт — это утилизация ресурсов. Это пункт несколько опциональный. Вы можете поговорить с вашим заказчиком, как он хочет, чтобы ваше приложение загружало там сервера, например. Может быть, он хочет, чтобы вы использовали только 50% CPU, там, или 75. Ну, в общем, это тоже все обсуждаемо. И последний пункт — это throughput, и его мы обсудим немножечко отдельно. Пару слов заключения по касательно требований. Смотрите, как они должны быть подтверждены. Здесь очень важно, что вы эти требования должны согласовать с вашими разработчиками и с вашим, там, продукт-оунером, менеджером, ну, в общем, кто отвечает за ваш продукт со стороны бизнеса. И когда вы получите письмо с подтверждением, что действительно, да, такие требования нам подходят, вы можете двигаться дальше. Пока у вас этого подтверждения нет, ну, как бы, нужно бороться, нужно эти данные как бы получить. Хорошо. Возвращаемся к shopput. Shopput — это такая интересная тема в перформанс-тестировании. И чтобы понять, что это такое, я приведу небольшой пример. Пример у нас будет связан с трубой и с водой, которая течет по этой трубе. Вода у нас течет из пункта А в пункт Б. У нее есть какой-то свой уровень и есть какая-то ширина трубы. А теперь давайте проведем параллель между трубой с водой и каналом с данными. Так вот, здесь уровень воды у нас будет называться shopput. А bandwidth — это наше сечение нашей трубы. Чтобы это звучало чуть более формально, я повторю в более формальной какой-то формулировке. Итак, shopput — это то количество данных, которое у нас идет от клиента к серверу. А bandwidth — это, соответственно, максимальное количество данных, которые мы можем послать от клиента к серверу. То есть это вот два таких понятия, в которых периодически люди путаются и, в принципе, тяжело понять, что это такое с самого начала. Хорошо. В чем измеряется этот shopput? Shopput чаще всего измеряется в RPC или RPM. Что это такое? Если расшифровывать RPC, то это будет request per second. То есть это какое-то количество реквестов, которые мы параллельно запускаем в секунду. RPM, соответственно, request per minute. То же самое, только за одну минуту. То есть вот как бы есть такая вещь в требованиях. Допустим, мы с вами составили требования и нам их подписали. Что дальше? Дальше нам нужно выбрать сценарии, которые мы будем покрывать перформанс-тестами. Как их выбирают? Идут к бизнесу и спрашивают, какие сценарии наиболее критичны. Ну, или как было, допустим, в моем случае, когда мне никто ответов на этот вопрос не дал, потому что у нас был микросервис на этапе разработки, и там был только один единственный API call, поэтому мне было гораздо проще. Ну, допустим, вы получили какой-то ответ от менеджера, и вы имеете какой-то сценарий на руках. Что дальше с ним делать? Дальше его нужно разбить на шаги. И потом нужно будет написать какой-то ожидаемый результат, который вы должны получить в итоге. Как это делать? Допустим, на примере. Вот у нас есть интернет-магазин, и мы добавляем продукт в корзину. И пускай у нас сценарий состоит из двух шагов. Зайти на страничку с продуктом и добавить в корзин. Вот два шага. Под каждым из этих шагов на самом деле спрятан свой собственный API call. Вот. И у нас, по сути, наш сценарий будет состоять из двух API call. Что по поводу ожидаемых значений? Ну, здесь задача, на самом деле, не простая и нетривиальная, потому что ожидаемые значения должны на чем-то базироваться. Обычно они базируются на каких-то метриках, которые мы должны собрать тогда, когда мы проводим наши тесты. Какие метрики? Ну, в первую очередь, это всегда response time. Это такая вот основная метрика, которая есть, по сути, везде и которая там в конце наших тестов должна проверяться. Ну, и еще чаще всего проверяют сропу, например, что мы поддавали определенную нагрузку в начале и что к концу теста у нас там нагрузка никак не упала и мы, в общем-то, эту нагрузку постоянно одну и ту же подаем. Вот. Есть, правда, особенность в зависимости от архитектуры. Я вам расскажу про микросервисы и про ожидаемые значения в микросервисах. В микросервисах есть такая вещь, что, в принципе, за разные API-колы будут отвечать разные микросервисы. И как тогда здесь быть с ожидаемыми результатами? Есть два подхода. Первый, вы отсылаете один API-кол и собираете какие-то метрики только для одного, скажем, микросервиса. А есть другой подход, что вы запускаете целый сценарий и потом смотрите суммарное время, то есть оно уже как бы собирается суммарно. суммарный response time и суммарный там, скажем, show-up. Но это, опять же, зависит от того, как вы выберете и вы можете выбирать любой подход. Хорошо. Допустим, у нас уже есть сценарий, что дальше? Дальше нам нужны тестовые данные. Откуда их брать? Есть два способа. Либо вы генерируете их самостоятельно с помощью каких-то скриптов, либо вы откуда-то их берете. Например, из базы данных или из файлов. Возникает вопрос, что делать, когда вы не можете ни сгенерировать, ни взять откуда-то. Ну, на самом деле вы можете пойти к разработчикам и попросить помощи, как это сделала я, или просто взять и отказаться от данного сценария для перформанс-тестирования, потому что это на самом деле как бы такая очень сложная проблема с генерацией данных. Ну, и я расскажу вам немножко, как мы решали эту проблему с генерацией данных. Так вот, у нас был микросервис, который использовал, ему нужно было подавать в теле запроса данные о магазинах. И там нужно было подать нагрузку что-то в 10 тысяч различных запросов. То есть, по сути, это должно было быть 10 тысяч различных магазинов. А магазинов в реальной жизни их всего там не больше сотни, двух сотен. Вопрос, откуда брать данные, как эту проблему решать. И здесь мне на помощь пришли разработчики, они подняли копию стороннего сервиса, куда мы ходили за этими адресами магазинов, и они настроили наш микросервис, что в зависимости от начальных данных, с которыми мы посылаем, ходим в сторонний этот сервис, мы выбираем это реальный сторонний сервис или наш специфический МОК. И таким образом у меня эти тестовые данные появились, я смогла их как-то использовать. Но если вы с этим не справляетесь, то смело откладывайте ваш тестовый сценарий, берите какой-то другой, потому что это, правда, задача не сильно тривиальная. Хорошо, что дальше? А дальше мы должны решить с вами несколько задачек. Задачек, зачем мы вообще проводим перформанс-тестирование. То есть у меня на проекте это были следующие вещи. Первое, понять, как мой сервис будет вести себя под ожидаемой нагрузкой, и какие у него максимальные значения нагрузки, которые он выдерживает. и в перформанс-тестировании для вот каждой из таких вот задач типичных есть свой вид тестирования. Например, лоуд-тестинг, он отвечает на такую задачу, когда мы ищем, как наш сервис ведет себя под ожидаемой нагрузки. Эндаренс-тестинг это что-то очень близкое к лоуд-тестингу. Здесь мы тоже смотрим, как наш сервис ведет себя под ожидаемой нагрузкой, единственное, что мы хотим посмотреть, как он это делает на очень длительном промежутке времени. То есть, по сути, это тот же самый лоуд-тестинг, просто проводим его более длительное время. Стресс-тестинг призван к тому, чтобы понять, какие у нас максимальные допустимые значения, с которыми мы можем нагружать нашу систему. Спайк-тестинг помогает нам найти всякие разные боттлнеки. Скалабилити-тестинг проверяет, насколько хорошо работает наша скалабилити-схема и работает ли она в принципе. Хорошо. Но это все, к сожалению, не отвечает на вопрос, как же наши сервисы нагружать. и ответ на этот вопрос показан на этом слайде. Чтобы нагружать наши приложения, сервисы и так далее, были придуманы так называемые профиля нагрузки или load injection profiles. И у них тоже есть определенные типы. Первый из них называется Bing Bang. Это когда все виртуальные пользователи стартуют в одно и то же время, и нагрузка у вас выходит постоянной, то есть у вас нагрузка постоянная за все время проведения вашего теста. Ну, тут, конечно же, возникает вопрос, а что это такое, что это за виртуальные пользователи, что это вообще все значит. Так вот, виртуальные пользователи, согласно теории, симулируют поведение реальных пользователей. Но что это значит на практике? Это значит на практике, что у вас есть какой-то сценарий, по которому вы проводите перформанс-тестирование. Тот сценарий, который мы с вами выбрали на этапе планирования. Ну, например, тот же сценарий по добавлению продукта в корзину. Так вот, виртуальный пользователь, он как бы будет просто выполнять ваш сценарий. А количество виртуальных пользователей, это по сути сколько раз в параллель у вас запустится этот сценарий. Но здесь есть один нюанс в этих сценариях, особенно если они состоят из нескольких API-колов. Чтобы приблизить ваш сценарий к реальной системе, между первым и вторым API-колом делают небольшую паузу. То есть то, как бы это делал реальный пользователь. И поэтому у вас будет сценарий выглядеть следующим образом. делаете первый API-кол, ждете немножко, делаете второй API-кол. Здесь тоже может возникнуть вопрос, а что происходит с этими виртуальными юзерами, когда они свой сценарий выполняют? Это вопрос достаточно резонный, и ответ на него достаточно простой. Сценарий будет повторяться столько раз, пока у вас не закончится время проведения вашего теста. То есть у вас один виртуальный пользователь будет выполнять этот сценарий. Столько циклов, ну, пока будет время на проведение вашего перформанс теста. Так вот, смотрим на график еще раз. Вот эта вот желтая линия, это по сути количество виртуальных пользователей, которые мы подаем на вот всем промежутке проведения нашего перформанс теста. Ну, надеюсь, стало немножечко понятнее. Итак, следующий вид профилей, он называется Rampup. Сначала расскажу, зачем. Нужен он для того, чтобы привести систему в реальное состояние, потому что, в принципе, на любом интернет-магазине количество юзеров, оно, в принципе, постоянно изменяется, и получается вот какая-то такая волна, наплывают юзеры или нет. Так вот, и Rampup призван к тому, чтобы вот смоделировать какое-то реальное поведение системы. То есть, сначала мы постепенно увеличиваем нагрузку, потом держим ее постоянно и потом забавляем. Следующий профиль называется Rampup with Step. Очень похож на предыдущий, единственное, что мы как бы повторяем нашу первую итерацию. Немножко увеличили нагрузку, подержали постоянной, потом делаем все то же самое. Потом расскажу зачем это все надо чуть более детально, ну и расскажу про свои примеры. И последний профиль называется Delayed Start. Как бы здесь основная идея заключается в том, что мы ждем какое-то время, прежде чем подать нагрузку. Зачем используется, например, этот профиль? Он используется для того, чтобы привести вашу машину, на которой вы проводите перформанс-тестирование в какое-то разогретое готовое состояние. То есть здесь тоже могут быть какие-то запросы или какие-то установки, ну в общем подготовка здесь какая-то происходит. Но вам это может и не нужно в принципе готовить свою машину, если она у вас уже разогрета, но в моем случае это было нужно. Хорошо, виды тестов мы посмотрели, посмотрели на профиля нагрузки. А теперь давайте свяжем это все вместе. Всякие виды разного нашего перформанс-тестирования они нам решали какие-то реальные задачи. А теперь для каждого вида тестов я вам скажу, что существует свой профиль нагрузки. То есть для лоу-тестинга, для эмуляции ожидаемой нагрузки мы имеем вот такой вот профиль. То есть тот, который мы видели раньше. рам-пап эндармс-тестинг это то же самое, что и лоу-тестинг, просто более длительное время. И получается профиль у него будет тоже ну точно такой же, как и у лоу-тестинга. Что касается стресс-тестинга. Здесь мы используем рам-пап в степ. Зачем? Затем, чтобы точно определить в какой момент нашей системе становится плохо. То есть в какой момент у нас наша система перестанет нам отвечать. И поэтому мы по шажочкам постепенно увеличиваем нашу нагрузку и потом, когда получим результаты, сможем точно сказать в какой момент времени что пошло не так. Спайк-тестинг. Ну, здесь все достаточно логично. Берем и периодически меняем нашу нагрузку как-то рандомно и пытаемся найти какие-то боталнеги. Ну, как один из способов. Почему нет? И последний пример с скалабилити тестингом. Здесь нам подходит что первый, что второй график, потому что нам нужно как-то увеличить нагрузку так, чтобы сработала скалабилити схема. Ну, на практике скалабилити схема, например, для AWS, в AWS клаудах, это выглядит как нечто следующее, что если загрузка CPU больше там какого-то процента, скажем, там 75, добавь, пожалуйста, мне еще две машины. То есть это выглядит как-то так, это выглядит как такие вот инструкции. Вот, но я думаю, что на других системах все примерно так же и выглядит. Хорошо, вроде подготовились к перформанс-тестированию, поняли, что наш проект готов, записали тестовый environment, определились с требованиями, выбрали тест-кейсы, выбрали тестовые данные, даже придумали, какие виды тестов нам нужно провести, но что дальше? А дальше нам нужно это все закодить, нам нужно выбрать to и в общем-то написать наши тесты. Что выбираем? Ну, на самом деле все зависит от ваших потребностей и целей. То есть, например, Jmeter является наиболее распространенным, бесплатным, у него куча плагинов, но он достаточно часто тормозит и ест очень много ресурсов машины. Очень много туториалов по нему, поэтому, в принципе, наверное, начинать с него это неплохой вариант. Что есть еще на рынке? Есть, например, LoadRunner, он платный, ну, и этим, в общем-то, все сказано. Есть Gatling, он отличается от предыдущих двух тем, что там тесты выглядят как скрипты, написанные на скале, и здесь есть плюсы и минусы. Первое, что это все-таки скрипты, это похоже на программирование, это можно хранить в Gite, например, это можно легко встраивать в CICD Flow, это есть свои плюсы. Ну, а минусом, конечно, является то, что это Scala, вообще никто не знает Scala, но мы используем Gatling и нам очень нравится. Вот, поэтому как бы вам решать, что выбрать для своих перформанс-тестов. Допустим, тулзу вы выбрали и, допустим, тесты написали. Что дальше? Дальше нужно получить результаты и их проанализировать. Вопрос как? Ну, во-первых, вы можете собрать метрики. Это response time, это throwput и это утилизация ресурсов, которые были на протяжении вашего теста. Это может быть собрано автоматически, можете пойти руками посмотреть, то есть это, в принципе, не то, чтобы сильно важно. А потом следующий пункт, вам нужно это все проанализировать. Ну, первый пункт, соответствуют ли полученные метрики вашим SLA, то есть вашим требованиям, и если да, то это уже залог к успеху, то есть, скорее всего, ваш тест прошел. А второй момент, это процент количества ошибок. Что это за ошибки такие? Ну, смотрите, если мы говорим с вами про API тестирование, про перформанс тестирование бэкэнда, про API, по сути, про перформанс тестирование API, то вы можете как бы узнать, что каждый API call, он возвращает нам какой-то статус-код. и иногда это не тот статус-код, который мы ожидаем, что ожидали 200, получили 400. И вот когда такая ситуация происходит, она называется ошибкой. И в принципе это нормально, что такие ошибки появляются, вот, просто как бы их должен быть там какой-то определенный процент. Процент зависит только лишь от вас и от ваших разработчиков, по сути, то есть, ну как, вы договоритесь, какой процент для вас будет нормальным такой, и, в общем-то, и оставляете. Может, вообще хотите, чтобы у вас были все запросы успешными. Это тоже нормально. Так, ну и по сути это все, что нужно знать на начальных этапах о перформанс тестировании. Здесь можете найти линочки полезные, там есть полезная, очень классная книжка про перформанс тестирование. Ну и по большому счету у меня сегодня все. Готова к ответам. Спасибо за внимание. Спасибо.